Подарок к юбилею в Санкт-Петербурге начинают праздновать 320-летие города. Наш регион отправил в Северную столицу лучшие выставки и творческие коллективы. Уже завтра в городе на Неве начнутся Дни культуры Новосибирской области. Это первый подобный по масштабам проект. Подробности знает Алексей Кудинов, который отправился в Санкт-Петербург вместе с артистами. Леша, здравствуй, тебе слово. Добрый вечер, Светлана. Главная площадка Дни культуры Новосибирской области находится в самом центре Санкт-Петербурга. Это здание и дворики государственной академической капеллы. В среду утром здесь началась активная фаза подготовки. Накануне вечером и также сегодня один за другим прибывают творческие коллективы, которые представляют наш регион. Вот совсем недавно здесь, на площадке, начали осваиваться студенты Новосибирского колледжа культуры и искусств. В состав такой творческой делегации вошли в том числе и первокурсники, жители районов Новосибирской области. Мы очень рады и благодарны организаторам и создателям вот этой идеи и этого проекта, что у ребят есть такая возможность не просто посетить культурную столицу, не просто увидеть всю историческую архитектурную красоту, но еще и записать себе как бы вот в творческую копилочку в начале своего пути, еще будучи студентами первого курса, уже иметь возможность побывать на престижной площадке Санкт-Петербурга и страны. В окнах под открытым небом в разных помещениях капеллы сейчас монтируют выставки. За моей спиной, например, часть экспозиции Сузунского монетного двора. Уже завтра здесь можно будет отчеканить сувенирную монету. А вот там, за большими окнами, новосибирские специалисты собирают Самсона. Это скелет мамонта, экспонат Новосибирского кривического музея, который можно будет увидеть, даже не заходя в само помещение капеллы. Все это начинает работать в четверг, 25 мая, с 12 часов дня до 10 часов вечера, в нон-стоп формате, абсолютно открытый, абсолютно бесплатный для всех абсолютно гостей. Проект проходит при поддержке правительства Новосибирской области, поэтому это такой большой подарок Новосибирской области и жителям Санкт-Петербурга, и всем гостям города, потому что уже 27-го Санкт-Петербург празднует 320-летие, и наши мероприятия являются частью собственного Дня города большого. В Дня культуры принимают участие ведущие творческие коллективы нашего региона. В северную столицу уже прилетели и сибирские хоры, и Новосибирский академический симфонический оркестр, здесь ждут театр «Глобус», часть мероприятий пройдут в залах, в закрытых помещениях, здесь в капелле, в Мариинском театре, а часть вот на этой сцене и под открытым небом, буквально в режиме нон-стоп, завтра с утра начинается вот эта праздничная программа, которую Новосибирская область дарит с северной столицы, и в новостях я буду рассказывать о том, как проходят Дни культуры. Четверку-пятницу сюда, вход бесплатный, и мы думаем, что будет очень много посетителей, которые, вот мы видим, уже проходят по двору капеллы, и смотрят, спрашивают, подходят, узнают, что же здесь будет такое. Спасибо. Алексей Кудинов будет следить, как в Санкт-Петербурге отмечают 320-летие.